А как все начиналось? По проекту в Национальном историческом музее все должно было быть современно. Об истории кыргызского народа планировали рассказать красочно, в проекциях и подсветкой, доступно, с аудиогидами и комфортно, с зонами отдыха. Этот проект ждали, за его успех ручались многие. Вы знаете, когда закончится ремонт, исторический музей Бог даст, станет гордостью Кыргызстана. Мы будем гордиться им. Когда шли работы, я был куратором. Я контролировал ход ремонта. По первоначальному соглашению, внутренняя и внешняя отделка музея должно было заняться Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию. На грантовой основе на эти цели ушло 15 миллионов долларов. Но по окончанию первого этапа внутреннюю реконструкцию музея кыргызская сторона вдруг решает провести сама. И отказавшись от турецкого гранта, использует на эти цели средства бюджетные. Уже потрачено полтора миллиарда сомов. 700 миллионов сомов на ремонтные работы, 864 миллиона сомов на установку экспонатов и ремонт оборудования. Наш музей, это просто современная концепция, это смарт-хаус. Если посмотреть, то здесь совершенно потрясающая инфраструктура. Отдельный климат-контроль. То есть во всем здании климат-контроль, температура, влажность, она выдерживается по стандарту. Второе, еще одна замечательная вещь. У нас депозитарий. Депозитарий установлен в современнейшей оборудовании в Центральной Азии. Пускай современный, но почему такой дорогой? Получить ответы депутаты от фракции Атамикен сегодня решили лично. Приехали специально в музей, пригласили журналистов и чиновников, имеющих в этот раз отношение к реконструкции Сырического музея. Прямо с порога журналистов сразу предупредили экспозиции не снимать, следовать лишь за депутатами. Да только предупреждения сотрудников музея не возымели действия. Сами депутаты и указывали на эти самые экспозиции. На реконструкцию музей закрыли в марте 2016 года. На сегодня работы завершены на 95%. С первого взгляда музей преобразился. Стало светлее, появились удобные витрины. Но это на первый взгляд, говорят депутаты. По бумагам на это преображение потрачено 8 миллионов 705 тысяч 821 евро. Если бы деньги использовали рационально, музей предстал бы совсем в другом виде, считают нардепы. А пока этот проект бьет рекорды лишь своей астрономической стоимостью. Только за консультации дизайнера было выплачено почти 400 тысяч евро. Почему? Кто принял решение отказаться от грантовой помощи? Я разговаривал с нашим послом Турсио, он тоже удивляется. Второй вопрос. На ремонт здания. На каком стадии принято решение? То есть, что необходимо отремонтировать? И почему без тендера на конкурсной основе первым подрядчиком является единая организация? Смотри. Третий. По поставке немецкой мебели. Когда отечественные мебельные компании могли бы принимать участие, и стоимость этих витрин мебели в разы дороже, чем отечественные. Мы хотим выяснить, кто когда принял незаконные решения. Кстати, мебель в рамках реконструкции в музей доставили для разных нужд. Для фойея, кассы, магазина, отдельно для гардероба, кинозала и кафе. Так, за немецкую мебель для гардероба заплатили 142 тысячи евро. А барная стойка и стулья для кафе испанского производства обошлись в 224 тысячи евро. Каждый стул обошелся в 100 тысяч сомов. Я понимаю, в музее надо здесь, ну, для посетителей, да, какая-то зона должна быть. Ну, не с такими дорогими же мебелью. 224 тысячи евро, да, это более 300 тысяч долларов. Если более 300 тысяч долларов, это более 20 миллионов сомов. Стоит ли она этого? Или завтра его здесь покажут, а потом его в другое место отвезут, да? И кто здесь будет арендатором? Кто будет здесь? Здесь что, кофейни мы открываем, что ли? Люди будут подходить, я думаю, духовной пищей питаться, а не такими пищами питаться. Мы должны же чуть-чуть думать об этом. Вот это все куратором было, заведующим отделом аппарата президента Мира Аскерова Карбаева. Вот она курировала это все от начала до конца с Апаром Исааковым. Вот это все, вот есть результат сказанный. И снова 600 долларов. Но в этот раз за эти деньги вместо плоскогубцев купили вот эти столбы. На самом деле они деревянные, предназначены для инсталляции под названием «Барспек». Привезли их специально из-за рубежа. Их более 50 штук. Говорят, дерево натуральное. По задумке, с одной стороны они будут подсвечиваться так, что изображение будет появляться с обратной стороны. Видимо, местным деревьям с этой миссией не справиться, пытались пошутить депутаты. Вот одна штука дерева, 600 долларов. А материалов в чем особенность? Вы у них спросите, я тоже узнал сейчас. Не имеется. А кто? Ну как плоскогубцы, ферцовские, видите. Это 500 долларов. 600. Идея Кыргызстана в итоге обошлась. В 35 тысяч долларов. Кстати, не только этот проект вызвал сегодня недоумение. Депутаты, как и журналисты, с удивлением рассматривали фигурки лошадей. Если можно их так назвать, тоже рук немецких мастеров. Выполнены животные из пластмассы. Каждый стоит не больше, не меньше. А 14 тысяч евро. Во-первых, это работа эксклюзивная. Как мы знаем, любой эксклюзивный проект, он стоит дорого. В этой цене, я не говорю, сейчас цену не обсуждаю, это не мое предназначение, да? В любой цене товара сидит интеллектуальная часть, исполнение и доставка, а плат там можно платежей, да? Вот цена лошади состоит из этого, да? Кто-то это заказали, кто-то это сделал, да? Разработал такую лошадь, она уникальная. Музей претендует быть современным, претендует быть современным. Соответственно, видение немецкой стороны, которая оказала такие консультационные услуги, да, дезорельские, она посчитала, что для того, чтобы быть современным, можно использовать такой дизайн лошади, да? Коррупция есть, осталось только разобраться, в каких объемах заключили депутаты. И выездное заседание продолжили уже в здании Министерства культуры. В ведомства, кстати, были приглашены также и представители надзорных органов. Первый вопрос. Кто принял решение отказаться от грантовой помощи? Второй вопрос. На какой стадии принято решение? И почему без тендера на конкурсной основе подрядчикам стала только одна организация? Турецкая компания оценила стоимость реконструкции внутри здания в 10 миллионов долларов. Я видел проект. Почему потом мы разорвали с ней соглашение? Все видят, что была коррупция. Турецкая компания оценила ремонт в 14 миллионов долларов и готова была бесплатно завершить реконструкцию. Снаружи бы все сделали за 4 миллиона долларов, внутри за 10 миллионов. Наши чиновники после ремонта наружной части разрывают соглашение и сами решают реконструировать за 23 миллиона долларов. Это значит, что украдены 13 миллионов долларов. Все материалы по итогам сегодняшнего заседания будут переданы в Генеральную прокуратуру. Надзорный орган уже сообщил, что все изучит. Фракция Томикен также решила дать поручение Финполиции АКС ГКНБ провести проверку. Так как привлеченная компания не первый раз выполняет госзаказ без тендера. Но качеством работ особо не отличилось. Как отметила Исулу Мамашева, ипподром в Челпанате, реконструкцией которого они занимались, пришлось ремонтировать уже через год. Опять же, на бюджетные деньги. Эльнур Бекпасарова, Бакыт Кошалеев, НТС.